Здарова, друзья! Сегодня мне в голову пришла крайне необычная идея. Тут не так давно в раннем доступе вышла игра World War 3, и в ней есть просто гигантская карта Красной площади. Смотря на неё, мне сразу вспомнились и другие игры, в которых так или иначе фигурировала эта локация, и предлагала игроку пройтись по её окрестностям. Недолго думая, я составил список из трёх ААА-проектов и двух не совсем уж популярных и известных игр, в которых тоже фигурировала Красная площадь. Так что усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь лицезреть 5 игр, в которых можно было пройтись по Красной площади. Ну и конечно начать стоит с игры Metro Last Light. Об этой игре 100% знает каждый. Все с нетерпением ждут шедевральное продолжение Исход, которое выйдет через пару месяцев. Ну а вот предыдущая часть дала нам возможность выйти на Красную площадь, которая, конечно же, была практически полностью разрушена, но мы всё равно смогли пройти мимо стен Кремля. Сейчас, вспоминая эту миссию, меня пробивает на мурашки, настолько сильно она была атмосферная. В ней нас не заставляли куда-то бежать или вести долгие динамические боевые действия. Вместо этого нам дали возможность просто по ней пройтись и заглянуть практически в каждый уголок, и даже посетить Мавзолей Ленина. Правда, вместо его трупака там лежал какой-то бомж. Но это вообще не важно. Главное, что миссия была очень атмосферная и запомнилась всем надолго. Серия игр Метро вообще очень обожаемая в странах СНГ, так что, как я уже сказал ранее, да, вы все о ней наверняка и так знали. Так что без долгих вступлений давайте перейдём к следующей игре. Дальше в списке идёт Call of Duty. И не простая Call of Duty, а Advanced Warfare. И её карта, которая входила в одно из дополнений под названием Кремль. Как вы уже поняли, Advanced Warfare это сеттинг недалёкого будущего, соответственно и карта очень сильно изменена. Машины будущего строения, огромные экраны, дроны, короче говоря, всё по-новому. Но стены Кремля всё те же, и таких пейзажей там очень много. Так что как игра, так и карта заслуживает место в этом небольшом топчике. Идём дальше. Диалогия Метро 2. И нет, это не то Метро, о котором вы возможно подумали, ведь мы о нём уже говорили. Это старая игра от русских разработчиков, о которых никто никогда не слышал, не знал и вообще всем насрать. Но да, её действия действительно происходят на Красной площади. Ну, если ещё подробнее, то эта серия шутеров от первого лица посвящена не столь столице, сколько её Метрополитену. В особенности той полумифической его части, которую называют Метро 2. Игроков ждёт абсурдный сюжет с заговорщиками, атомными бомбами и тонами клюквы. А также весьма кривой геймплей и глупый ИИ, ППШ и перестрелки на Красной площади. Короче говоря, эту игру я откопал совсем случайно, потому что мне нужно было составить всё-таки топ не из трёх, а из пяти игр. Так что, имеем, что имеем. Как я уже сказал ранее, ААА игр, где есть Красная площадь, я вспомнил только три. Но для топа решил отобрать пять. А вот это уже стало проблематично. Если предыдущая игра ещё тянула на полноценную, ну типа, игру, то следующие нет. Тем не менее, комплексно к списку игр про Красную площадь с московскими локациями ещё можно добавить. Ночной Дозор, Call of Duty Modern Warfare 2. До Красной площади там, конечно же, далеко, но действия происходили в московском аэропорту. Ну, думаю, все помнят эту классическую миссию с расстрелом мирных жителей. Идём далее. Серия игр Red Alert, там тоже были карты с Москвой и не только. Стратегия Blitzkrieg, но там сеттинг вторая мировая и бои там были под Москвой, а не прям в самой Москве. Ice Combat также можно добавить. Это авиасимулятор, в котором одна из миссий разворачивалась в небе над Москвой. И, собственно, это вся информация, что мне удалось найти. Если вы знаете ещё какие-то игры, то пишите их название в комментариях. Ну, а я же вам всё ещё не сказал о пятой, последней, заключительной и, наверное, лучшей игре этого топа. Не сложно догадаться, что этой игрой становится та самая World War 3. Её карта Красной площади просто гигантская, при том, что воевать на ней можно как пехотой, так и на технике. Танки и БТРы всегда к вашим услугам. Помимо площади, в игре можно также бегать и по ближайшим зданиям, а сама площадь, конечно же, хорошо простреливается снайперами. Графика у игры отличная, разработчики постарались и даже сейчас трудятся над игрой в поте лица. Стартовые продажи раннего доступа показали отличный результат, так что у игры огромный потенциал. Помимо Красной площади, в игре также есть и Берлин, и другие карты Европы. Было бы круто, если бы разработчики продолжали активно поддерживать игру и завезли ещё не одну карту на территории России или любой другой страны СНГ. Вот это тогда действительно было бы очень круто, хотя и сейчас здорово. Короче говоря, если заинтересованы, то оцените. Ну а на этом, как бы, наверное, всё. Ставьте свои лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии названия игр, которые, возможно, я мог пропустить. Ну а поскольку YouTube лучше продвигает 10-минутные видео и дохода с них больше, то оставшееся время предлагаю провести за просмотром геймплея на этой самой карте. Красная площадь в игре World War 3. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...